И, конечно, новенький зелёный рюкзак. У старшего Глеба сейчас новый этап в жизни. Когда первоклассник звучит гордо, его младший брат Саша с интересом изучает канцелярию, с которой ему предстоит плотнее знакомиться только в следующем году. Все эти вещи – подарок от молодой гвардии. Будем в школу носить его с удовольствием. Очень красивый рюкзак. Глебчик тебе нравится? Доволен. Дважды в этом году молодая гвардия проводила акцию по сбору макулатуры. В общей сложности было собрано около полутонны. Жители активно приносили бумагу, старые газеты и журналы. А во второй раз – и отработавшие батарейки. Молодогвардейцы передавали всё это в специальный перерабатывающий центр. Все собранные от сдачи макулатуры средства было решено передать в одну из малообеспеченных семей. Поиском семьи нам очень помогла комиссия по делам несовершеннолетних. Татьяна Анатольевна Теплова откликнула и сказала, что да, у нас достаточно семей, которым необходимо помочь. И поэтому сегодня мы пришли в семью деток Александра и Глеба и с радостью всё им это вручили. Семья замечательная, детки очень открытые, добродушные. Ну, именно такими, какими и должны быть дети. Мы будем продолжать организовывать такие акции. Он, скорее, сейчас уже похолодает на улице и, скорее всего, в помещении будем организовывать. В любом случае, я думаю, что всегда можно привезти макулатуру в партию «Единая Россия», сдать. И мы уже передадим и переработку. Семья Лии в Ивантеевке около года. Муж работает на одном из предприятий. Сама женщина занимается воспитанием двоих сыновей. И работать, как она подчёркивает возможности, пока нет. И вообще город, столько всяких площадок детских красивых. Детям очень нравятся качели, всё, лес вокруг со всех сторон, воздух чистый. Благотворительные акции в Ивантеевке «Молодая гвардия» и «Единая Россия» планируют продолжать дальше. Людмила Ермакова, Антон Рябов. Программа «День за днём».